доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды как и всегда анализируем события минувшего дня смотрим как они повлияли на динамику финансовых инструментов и в целом анализируем что же самое интересное случилось на площадках что сейчас стоит рассмотреть и что стоит сделать акцент предлагаю сразу перейти к содержанию экономического календаря сегодня у нас на повестке целая куча европейской статистики это индекс активности и в сфере услуг и в производственном секторе ведущих экономик валютного блока и еврозоны я надеюсь вы понимаете что это еще одна возможность для продавцов евро убедиться в том что активности и будущие темпы экономического роста еврозоны сейчас остаются на довольно скромных уровнях это даже мягко сказано мы можем легко проследить там нисходящую тенденцию указывающие на наличие серьезных проблем с качеством экономической конъюнктуры если есть у вас вопросы к этому я думаю что ответом могут стать опять же графические изображения тенденции можете в экономическом календаре в соответствующих отчетах кликнуть именно на графику посмотреть что происходит по тенденциям и тут же уверен вы со мной согласитесь в общем после слабых данных по инфляции я думаю что для нас потенциальная слабая статистика по еврозоне сегодня будет неплохим бонусом чтобы убедить в том что евро не просто так снижается и у евро есть куда более серьезные донные такие ориентиры которым она непременно не опадет после этого в 12 30 активность в сфере услуг англии замыкаем мы серию отчетов по состояниям ключевых секторов британской экономики то есть у нас был производственный сектор в понедельник я предлагаю даже они не говорить потому что там немыслимым образом были сильные цифры которые скорее всего являются ошибка вот строительство вчера более-менее уже адекватная картина слабость ниже 50 как вы помните это пограничный уровень для данного отчета который отделяет спад от восстановления и сейчас конечно же там а зафиксирован а спад но производственный сектор и строительство это не настолько крутой релиз как сфера услуг вот сегодня как раз в 12 30 мы посмотрим как обстоят дела с этим сектором английской экономики думаю что цифры будут плохими и поскольку на этот сектор приходится уже больше 85 процентов вклада в экономический рост динамика британца и реакция фунта должна быть более выраженной но в то же время сразу стоит сделать ремарку при всем уважении к этой статистике это всего лишь статистика которая не может конкурировать с крайне насыщенным фоном связанным с политическими событиями вокруг брекзита устал я уже от этой темы друзья и вот готовясь к брифингу опять же просматривал я новостные заголовки там сказали что все будет хорошо с другой стороны о том что все будет плохо и в итоге мы сейчас вот оказываемся меж двух категорий скажем лагерей трейдеров оптимистов и пессимистов но все-таки склоняясь в сторону тех трейдеров которые делают акцент на то что жесткий брекзит практически не минуем я не знаю как в итоге будут развиваться события дальше но могу предположить что с учетом последних водных лучше делать ставку на то что все будет плохо это тоже сигнал почему фунта лучше рассматривать с точки зрения а продаж а после отчета в по активности в сфере услуг англии мы переключаемся на американскую статистику сегодня 15-15 отзи пи отмечал я уже что это своего рода репетиция перед non-farm фэрлс в общем важный релиз для доллара он будет значимым так же как и для нас а трейдеров которые пытаются по-прежнему оценить перспективы изменения американской монетарной политикой разобраться конечно же что же происходит в рамках сша в плане экономической реальности в 17.00 см активность в сфере услуг тоже по штатам важный релиз и замыкает день будет отчет по запасам нефти сша тоже руководствуясь опытом последних недель можно сказать что на этот отчет нефтянка обязательно отреагирует и будем надеяться что благодаря этому релизу мы сможем с вами зацепиться за сопротивление 70 долларов за баррель по бренду тем более что совсем уж рукой подать я понедельник попробовал замахнуться на то что нам удастся добраться до этого ориентира до конца этой недели но судя по тому как развиваются события сейчас друзья мы можем говорить даже о том что этот уровень падет чуть ли не в ближайшие часы и как только это произойдет я безусловно пользуюсь возможностью видеться с вами каждый день на брифинге с большим удовольствием всех вас поздравлю друзья потому что такая выстраданная цель мы искали факторы поддержки мы старались копаться в фундаменте чтобы объяснить почему у нефти все-таки больше шансов добраться именно до этого ориентира сопротивления вот давайте на этой ноте перейдем прям к нефти 69 73 это котировки которые мы видим сейчас очень хорошо складывается азиатская сессия фактически даже не рукой подать до уровня 70 еще меньше надеюсь то что ближайшие часы все-таки произойдет это долгожданное движение скачок к этой планке основано помню друзья что если вы все-таки будете рисковать и дальше удачи вам конечно же но наверное лучше все-таки пофиксировать и уже результаты сделок ну хотя бы частично тех длинных сделок которые вы открывали ранее давайте посмотрим на фундамента который складывать сейчас по рынку нефти мы по-прежнему на работаем с признаками сокращения мирового предложения при этом здесь доказательством этих признаков являются санкции сша против венесуэлы и ирана последние отчеты правда по данным блумберг и рейтерс они очень сильно коррелируют между собой я считаю что это но реальность мы позже получим отчет от самого опек и скорее всего он будет таким же в общем объемы добычи в рамках стран ближневосточного картеля в прошлом месяце снизились до минимума за последние четыре года снижение продолжается четвертый месяц подряд спад марте превысил 260 270 тысяч баррелей страны опек соблюдают обязательства аналитического факта и наверное им стоит сказать спасибо за это поскольку это как раз то что позволяет нам удерживать длинные позиции и видите на настоящий момент именно восходящее движение по бренду сегодня на азиатской сессии интереса к нефтянке обусловлен на мой взгляд двумя факторами во первых это выходом довольно неплохого отчета по активности в сфере услуг по китаю накануне мы разбирались вами производственный сектор там тоже был позитив сейчас подрастает и сфера услуга может ли это стать базой для последующего восстановления я бы не торопился с выводами потому что проблемы такого масштаба как китае так просто не решаются и один релиз лучше чем значение прошлых месяцев он никак не отменяет тенденцию такой тотальной слабости которая сложилась и вот статья которую я сегодня читал я буквально несколько часов это financial times где отмечено что на переговорах которые на текущий момент на этой неделе продолжаются уже в вашингтоне между сша и китаем сигнал то очередной прогресс но детали там не было там было лишь сказано что 90 процентов всех вопросов уже закрыты но вы понимаете что 90 процентов это не 100 как раз вот 10 процентов это и есть основные камни а преткновение удастся ли достигнуть все прогресса по ним это большой вопрос в общем если на этой неделе друзья соглашение не будет достигнута то я боюсь что мы с вами вынуждены останемся вариться в этой теме переговоров реагировать на риски связанные с новостным фоном потому как обстоят дела в плане обсуждения между сша и китаем вплоть ли вплоть до июня или до июля ну то есть еще эта тема будет актуальна довольно на длительный период а времени пока что давайте сделаем оставку на то что этот комментарий все-таки больше оптимистичен поскольку а сказано все-таки о прогрессе они о каком-то негативе нефть растет ну что еще нужно нам нужно только лишь увидеть а сопротивление 73 давайте пока ставить на то что этот уровень падет доллар иена 111 39 ниже чем мы видели накануне я надеюсь то что американец будет снижаться и дальше в целом американские облигации пусть немного до подросли но они находятся на очень низкие значениях в районе двух с половиной процентов и кстати говоря если в эту пятницу выйдут слабые данные по non-farm perils конечно же облигации просядут еще сильнее заказан товар длительного пользования которые вышли вчера плохой релиз я ожидал плохие цифры но на самом деле а статистика оказалась даже еще хуже прогнозов минус один из шесть процента с прошлого роста на на целых одну десятую процента после статистики морган стендли снова своей инвестиционной декларации для клиентов через рассылку сделали акцент на то что доллар перекуплен больше чем на шесть процентов и учитывая перспективы снижения экономического роста и голубин в риторику федрезерова конечно же доллар будет снижаться и дальше в рамках 2019 года мы сейчас друзья ориентируемся на предстоящие отчеты по рынку труда очень много сейчас будет статей по этой теме какой отчет выйдет на какие цифры стоит ориентироваться что стоит ждать какая тенденция будет подтверждена я напоминаю что в марте был чудовищно плохой релиз настолько плохой что многие сделали акцент то что это какая-то ошибка я считаю что вряд ли это ошибка скорее всего может быть причина в том что такая статистика фактически наложилась на шатдаун а были проблемы со сбором а цифр если это так то в эту пятницу нас ждут цифры получше чем а в марте но это не значит то что отчет будет очень хорошим я советую смотреть на тенденции и вот тенденция последних трех-четырех отчетов по non-farm pearls позволяет нам сделать вывод о том что медианное среднее значение прирост новых рабочих мест составляет примерно 160 170 тысяч причем а в 2018 году мы говорили о цифре в 200 тысяч а поэтому вопрос в студию мне кажется ли вам что начинает явно буксовать американский рынок от труда в общем если в эту пятницу ориентируясь на более менее уже чистые цифры без каких-либо рисков которые идут прицепом в виде шатдаун мы увидим слабые цифры я думаю что наверное все будет ясно и понятно доллар останется уязвимым потому что уязвимая валюта обязана отвечать слабостью на слабость экономическую того региона за которой она отвечает в общем ждем друзья а цифры евро против доллара 1 1224 немного мы восстановились при этом лоу вчерашнего дня был на отметке 1 1183 слабые данные плохие перспективы экономического роста ожидания того что ставки будут низкими в течение более длительного периода времени провальные релизы по инфляции базовая инфляция на целых восемь десятых процента общий индекс потребительских цен 1 на 4 это плохие цифры друзья индекс цен производитель накануне также еще раз указал нам на первопричину слабости инфляции мы понимаем что слабеть этот индекс будет собственно и дальше сегодня мы ждем отчеты по активности в производственном секторе и секторе услуг германии еврозоны как я уже отметил начале брифинга шансов на то что мы увидим хорошую статистику очень и очень мало поэтому по евро не обращаем внимание на локальный рост он может быть опять же также связан с тем что рынок сейчас отыгрывает позитив переговорах в вашингтоне между сша китаем но не забывайте что этот вопрос будущих отношений и соглашения которые предназначены для того чтобы положить конец тарифной войне между ведущими экономиками мира этот вопрос еще и не решен где-нибудь там подкорки себя отложите этот риск который может в любой момент испортить и изменить текущие тенденции в данном случае привести к тому что евро снова вернется ниже поддержки 1 12 я рекомендую держать короткие позиции фунт против доллара выросла британская валюта потому что вчера на рынок пришла информация о том что палата общин собирается попробовать проголосовать за законопроект принять его по возможной более длительной отсрочки брекзита и это между прочим крайне жизненно важно для англии скорее всего произойдет это уже послезавтра потому что если в этот четверг палата общин не скажем выйдет на этот законопроект и не проработать для себя вариант б 12 апреля англия обязана будет покинуть состав европейского союза в соответствии с текущей дорожной карты ну конечно же в условиях жесткого брекзита жестком брекзите вы уже знаете я не раз говорил о связях с таможенным союзом с единым европейским рынком мы каким последствиям принципе такой жесткий выход а в плане вот этого приведет ситуация вот негативного развития событий палата общин уже трижды отклонила проект соглашения брюсселя это было 15 января это 12 марта и вот очень много надежд было на то что наконец-таки удастся протащить этот документ 29 марта если бы это произошло то в весель бы согласился отложить брекзит до 22 мая но как вы помните 29 марта ничего не случилось палата общин снова отклонила проект и в итоге соглашение не приняли политическая неопределенность возросла многократно и все мы сейчас ждем 12 апреля и что произойдет с англией до 12 апреля еще раз повторяюсь друзья в этот четверг обсуждение о возможной отсрочке уж не знаю удастся ли добиться того чтобы на брюссель одобрил этот ход в общем следим за развитием событий но изначально наверное понимаем что функция все таки будет оставаться в числе аутсайдеров я рекомендую держать короткие позиции ориентироваться на прежнюю цель в районе отметки 1.28 доллар канадец 1.3313 пока что нефть не дает шансов медведям по канадцу но еще не вечер мы вот-вот уберемся в 70 друзья там скорее всего пойдет снова проторговка как я уже отмечал потому что так просто такие уровни не сдаются покупателями и продавцами идет должна быть навязана борьба которая может стать причиной серьезного отката и это должно уже привести к слабости канадского доллара то есть по доллару канадцу тоже я бы держал длинные позиции по австралийцы 07104 чуть мы откатили от минимальных уровней снова вернулись в район 071 я повторяю что короткие позиции нужно удерживать потому что резервный банк австралии пытается навязать позицию того что экономика может ситуация в экономике может улучшиться за счет прогресса на рынке труда я надеюсь вы помните что прогресса как такового нет на рынке труда посмотрите запас за последними релизами и в целом если мы через месяц увидим плохие цифры по рынку труда то вновь будет актуальные разговоры о том чтобы дополнительно даже снизить процентную ставку что должно привести как раз к тесту вот уровня 070 на который мы ориентируемся длительный период времени друзья на этом собственно все большое вам спасибо за внимание хорошей торговой сессии всего доброго до свидания